Дорогие соотечественники! Еще раз приходится напомнить вам знаменитое высказывание профессора Преображенского из «Собачьего сердца». Вот глядя на всю разруху и поруху в городе, разруха начинается в головах. Увы, эту истину опровергнуть никто не смог до сих пор. Разруха в головах начинается не только с того момента, когда люди перестают верить в свое предназначение на земле. Разруха в головах начинается, когда мы все начинаем смотреть на свою страну, как на нечто остальное, аграрное, без всякого будущего, без всяких перспектив. Типа какое-то вот такое государство, не весть откуда возникшая и не весть куда идущая. На самом деле у нас семивековая история нашей государственности. И Дмитрий Кандемир, напоминаю вам еще раз, всегда поражался, как столько национальностей проживает в мире согласия на такой маленькой территории. И ухитряется не только выживать, но и прогрессировать, то есть двигаться вперед. Молдова как-то с нашей же подачи, вот как я и сказал в начале нашей передачи, называли и продолжают называть отсталой аграрной республикой. Ошибка кроется в двух моментах. Первое, мы давно не аграрная, посмотрите, что творится с нашим сельским хозяйством. И второе, мы далеко не отсталые, потому что отсталость или не отсталость какой-либо страны заключается в ее людях. Потому что люди, повторяю, это самое большое богатство страны. А умных и образованных людей у нас в стране, как это не покажется кому-то со стороны или изнутри, очень и очень много. Итак, речь у нас пойдет о вершинах вот этого самого капитала человеческого интеллекта. Это, безусловно, в наше время информационные технологии. И думается, что информационные технологии, помимо всего прочего, это та же самая индустрия, только индустрия особенная, индустрия самая прогрессивная на сей день на планете. И те люди, и тот потенциал, который у нас имеется, могут обеспечить нам прорыв в будущее. Вячеслав Кунев, член экономического совета президента Республики Молдовы, сегодня у нас в гостях. Вячеслав, здравствуйте. Здравствуйте, Вячеслав Иванович. Скажи, пожалуйста, вот много водички утекло с того момента, когда была знаменитая паника 2000 года. Боялись, что в компьютерах начнутся какие-то сбои, ракеты взлетать, начнут не туда лететь. Бог знает, что будет твориться. И вот у нас были эксперты зарубежные, в том числе и Соединенных Штатов Америки. Меня пригласили туда, как президента Молдавского отделения Международной Академии информатизации, и сказали, профессор, нас просто поражает, сколько у вас образованных, толковых и реально работающих в области информационных технологий. Откуда это? Это вопрос был задан далеко не теми, кто питали какие-либо иллюзии о том, что мы из себя представляем. Скажи, пожалуйста, Вячеслав, ситуация эта продолжает иметь место быть? То есть по-прежнему у нас имеется такой мощный потенциал и интеллектуальный, и практический, и людей, которые на самом деле идут в ногу со временем, а кое-где даже его обгоняют в этой области. Ну, наверное, я отвечу да, как не парадоксально, но да, потому что... Ты сказал, как не парадоксально. Как не парадоксально, да. Как не парадоксально, почему? Потому что люди, которые находятся в области информационных технологий, как только они становятся компетентны, они сразу становятся востребованы во всем мире. И поэтому это первый, кто может уехать и спокойно продолжить свою карьеру не только в Молдове, а где угодно. То есть это наш человеческий капитал? Да, это наш человеческий капитал, при том, ну, один из лучших качественных, человеческих капиталов. И, к сожалению, или вот то, что я, та часть, которая парадоксальная, я сказал, этот капитал, он уезжает отсюда в достаточно большом количестве. Каждый год ведущие молдавские компании в области информационных технологий теряют очень много людей, которые просто уезжают. Уезжают, потому что не видят своего будущего в Молдове и видят его где-то там. А проработав, ну, я не знаю, несколько лет в молдавской компании, зная хорошо английский язык, зная хорошо современные технологии, он уезжает и спокойно устраивается на работу. И поэтому, несмотря на то, что идет постоянно большой отъезд, у нас все равно еще остаются люди, которые двигают, у нас появляются новые компании. Компании многие, ну, их решения, это на уровне лучших решений. И успешные решения. Успешные решения, да. То есть, это все продолжается. Я бы сказал так, это не благодаря, это, наверное, где-то вопреки. Очень хорошо сказал. Не благодаря, а вопреки. Да, вопреки. И вот, вспоминая вот это прошлое, которое продолжается до сих пор, вот я могу сказать, что еще в 98-99-м устраивали международные конференции нашей Академии информатизации, организации объединенных наций, отделения Молдови, на которых присутствовали такие люди, как Виктор Либерман, послы всех стран. Эти конференции были у нас тут, в Кишиневе, впервые в мире посвящены были информационной безопасности. Тогда все смотрели, о, интернет, это райский сад с воробушками, бабочками. А на самом деле, вот мы видим сейчас, вот, ИГИЛ, что в интернете вытворяют, вербуют, и многое всех, и разные, тоталитарные и прочее. Вот, то есть, у нас и тогда уровень был очень высок, потому что были представители, приезжали с докладами к нам, и мы делали доклады из США, из Канады, из Израиля, из России. То есть, это в нашем маленьком Кишиневе, все поражались, типа, уму непостижимо. Так вот, я хочу спросить, значит, после этого президент Лучинский тогда организовал совет по информационным технологиям, значит, по вопросам информационной безопасности, информационным ресурсам, информатизации. То есть, это был совет при президенте. К сожалению, когда срок Лучинского закончился, закончился и срок этого совета при президенте, к большому сожалению, меня отправили потом в Китай, и как-то это дело все заглохло. И я хочу спросить, вот эти годы, а это, получается, где-то 15 лет тому назад, как бы прекратило жить, вопреки тому, что ни правительство, ни президентура не поддерживала этот наш, на самом деле, уникальный, всеми признанный ресурс, который воспроизводится, как ты правильно сказал, вопреки всему, несмотря на то, что уходят и так далее, он все равно пополняется. Скажи, пожалуйста, удивительно ли это, что вот молдаване и жители Молдовы других национальностей очень хорошо выглядят на математических олимпиадах, на различных конкурсах с этими технологиями связанными? Да и вообще у нас, вот среди молдаван, если возьмем жителей Молдовы всех национальностей в широком смысле, у нас же сильнейшие всегда были математики, алгебраисты, топологи, а на этом держатся все эти информационные технологии. И вот в самих информационных технологиях тоже это. Не связано ли это случайно, что мы некий вот такой плавильный контел, и вот наша интернациональность, она способствует тому, что у нас такие талантливые детишки, ребята и девчата. Давайте я дам развернутый ответ. Давайте попробуем. Тут я как педагог задал вопрос, профессор. Я действительно не могу точно сказать почему, я могу лишь констатировать факт, что действительно постоянно появляется очень талантливая, очень хорошая молодежь, каждый раз думаешь, ну все, наверное, уже их нет, они там все уехали, все. Нет, постоянно появляется, ребята есть, правда их меньше. Вот как ни парадоксально. Масса меньше стала. Масса меньше, да. Детей меньше стало. Детей меньше просто, объективно стало меньше. Я в том числе преподаю в техническом университете, я вижу, как там, что студентов меньше становится. Вот, и если честно говорить, то их подготовка хуже становится. Потому что математику, логику изгоняют из школ. Ну не то, что изгоняют, но качество. Изгоняют, уже разговорчики. Возможно, да. Все хотят экономистами, все юристами и так далее. А вот такие базовые. Ну, скажем так, качество преподавания в школе, этих базовых вещей, оно, конечно, падает. Потому что у преподавателей такая зарплата, что там вот реально хорошие преподаватели, они долго не задерживаются. Это колоссальная проблема. И у нас это вообще проблема образования вот школьного. Вы возьмите, мы там всегда, допустим, хвастались в том числе и в том, что мы страна мультиязычная. Возьмите Молдавское село сейчас. Какое оно мультиязычное? Оно муноязычное становится. Домывается. Да. Приезжают, когда студенты поступают в тот же технический университет, они английского не знают. Им сложно. Им приходится учить. Я о русском уже не говорю. Это же у нас по закону язык межнационального общения. Да, согласен. Но я говорю с точки зрения специальности, для IT самое главное это английский язык. Это самое важное. И вот он приходит, и он знает один язык. То есть мы даже уже не мультиязычный становимся. Это большая потеря и проблема для нас. Но понимаете, я хотел бы сделать акцент другой. Нельзя сказать, что правительство ничего не делает. Вот я последние 7 лет возглавлял ассоциацию IT-компаний в области информационного... Ассоциацию IT-компаний в области... Ну, ассоциацию IT-компаний. Сейчас я член света директоров этой ассоциации. И я видел, как все это происходит. Нам правительство достаточно серьезно помогает. Помогали американцы через проекты USAID. Вот мы сейчас открыли центр повышения квалификации. Тыквил при техническом университете туда инвестиции 4 миллиона долларов. То есть какие-то движения в этой области присутствуют. Понимаете, что происходит? Мы сейчас достаточно много инвестиций вкладываем в образование. Но результат какой? Мы быстрее их учим, качественнее их учим. И в результате они быстрее уезжают. Вот в чем дело. То есть мы не создаем несколько очень важных вещей. Первое. Мы не делаем так, чтобы этим людям хотелось здесь остаться и продолжать что-то делать здесь. Мы их идеально готовим для других рынков. То есть чтобы этот капитал не убегал из страны. Да, да, да. Притом здесь несколько аспектов. Первый аспект, что первая мотивация у них какая? Они не видят своего будущего. Для себя и для своих детей в этой стране. Вот все. Вот ты с ними говоришь, он говорит, а что мне здесь делать? Что из этой страны будет? Завтра, послезавтра я не поделюсь. То есть он использует это все как бы трамплин для ухода. Да, да, да. То есть получается так, что мы инвестируем в то, чтобы от нас еще быстрее уезжали. То есть мы строим трамплины, ребята забираются, съезжают и улетают. Да, и улетают. Это первая проблема. Вторая проблема. Они говорят, ну хорошо, ладно, я останусь. Чем я здесь буду заниматься? Я ведь, говорит, по сути буду заниматься тем же, чем я могу заниматься в другой стране. Но там я там социально защищен, там больше зарплаты и так далее. И у меня какое-то будущее будет. То есть мы ему не создаем. И главное, он там востребован. Ну нет, он здесь востребован. Нет, нет, я сейчас объясню. Вот смотри, у человека, у ребенка, ты же тоже педагог. И у меня там две с половиной тысячи студентов через меня, как говорят, прошло через мою душу. И смотрите, понятие востребованности, оно не только, что вот ты на рынке можешь найти рабочее место. То есть требуется, да? Вот. Востребованность, это когда человек чувствует, что он еще и нужен здесь. Его ждут. Ты можешь быть где-то востребован, как гастарбайтер, но ты не их человек. Тебя любить там могут и не любить. Вон во Франции мы видим, в Германии судьбы иммигрантов и так далее. И в этом плане, если общество, ребенка с детства не лелеет, не возвышает, не показывает свою веру, что вот растет маленький патриот-спаситель этой страны, ребенок чувствует себя как бы, помимо всего, у него и надежды нету. То есть надежда как в какое-то светлое, не побоюсь этого слова, будущего. Мы все живем в будущем, и вера это всегда, вера в будущее. Вот. Тебе не кажется, что вот это, нет этой атмосферы? Да, безусловно, ее тоже нет. И самое главное, что мы и не даем ничего. Вот я хотел продолжить. То есть они говорят, ну хорошо, мы останемся, чем мы здесь заниматься. То есть мы даже не формулируем какие-то прорывные проекты, где мы смотрим, вот да, мы вот сейчас как страна находимся здесь, но мы хотим сделать вот такое. И вот у тебя есть возможность в этом поучаствовать. Мы даже не формулируем такие вызовы. У меня такое даже ощущение складывается, что мы иногда боимся их формулировать. Вот в прошлом году на Доводском экономическом форуме была объявлена четвертая промышленная революция. В рамках нее было там сформулировано несколько прорывных технологий, которые, ну вот, должны... Перспективу вытащить мировую экономику из... Видоизменить, видоизменить серьезно. Но все равно это как бы некие локомотивчики. Да, да, да. И там вопрос в чем? В том, что все эти технологии, они как бы еще не отработаны. Это перспективные некие технологии. Задумки. Это да, ну можно назвать их так, задумки. И сразу стал вопрос, а где их можно как бы тестировать? То есть каждая страна могла сказать, я готова у себя начать тестировать. Площадка. Да, да, да. Мы маленькая. Да, да, да. И вот в большой стране это чрезвычайно сложно. В небольшой стране это легко. И вот я два года ходил и предлагал, давайте попробуем. Притом не надо даже дополнительных каких-то денег в рамках существующих бюджетов. Но давайте попробуем сделать что-то, что мы и так планировали, но на других технологиях. Например, одна из технологий блокчейн. Вот давайте на ней что-нибудь сделаем. Нет, а вдруг выйдется, что эта технология не очень правильная. А вдруг потом. Вот когда все внедрят, тогда и мы внедрим. Тогда уже поздно. Знаешь, как устроен чиновник? Чиновник, дело в том, что будучи послом в Китае, я, как говорится, Валенс Ноленс побыл чиновником. Правда, я там больше напоминал полевого командира, чем чиновника МИДа. Действовал самостоятельно. Ну уж Китай, это же страна, простите меня, где чиновничество, лелеемо, слово «ши». Образованный чиновник и человек мудрости в Китае, это одним эроблифом обозначается. И уж там аппарат, извини меня. Но они ухитрились, вот этих чиновников, которые всего боятся, ни за что не хочут отвечать, они ухитрились, что это братья работают на подъем экономики. Вопрос, кто в Китае сейчас жестко требует, чтобы фирмы, разработчики автомобилей, а их там пруд прудит, а у тебя нету проекта с электромобилем или на водородном топливе, фирма закрывается, никаких разговоров. То есть вот это чиновничество, вот это многотысячелетнее, оно вдруг обернулось в фактор прогресса. Что мешает нашему чиновнику стать фактором прогресса? Вы знаете, я не думаю, что ему... Откуда этот менталитет? Вы знаете, я недавно, где-то неделю назад написал на своей странице в Фейсбуке пост по этому поводу. Я все время анализировал вот эти всякие экономические чудо, японское экономическое чудо, даже экономическое чудо Советского Союза, Сингапур, их много, Германия и так далее. Я пришел к выводу одному, это качество элиты, качество и, скажем так, заинтересованность элиты что-то сделать. Потому что чиновник что, он выполняет то, что ему скажут. То есть качество и мотивирование. Да, мотивация элиты. Как только элита готова была жестко учиться, вот при том, то есть она не исходила с тобой, мы и так все знаем, да, она уходила в мир, она изучала лучшие практики, у себя применяла, не боялась ошибиться. Да, вот классика, да, Петр Первый, все. Притом, они были, они понимали, что это сложно. И они были беспощадны ко всем и к себе в том числе. То есть вот они ставили перед собой серьезные цели и достигали их. И вот это, да. Можно одну секунду. То есть ты поднимаешь сейчас очень важный вопрос о качестве элит. Потому что каковы элиты, таково общество. Ну и каков народ, такова и власть. Это фидбэк, вот это обратная связь. И мне вот вспомнилось, вот как раз тему вот той проблемы, очень важной, мне кажется, которую ты поднял, вот проблема элит. В Японии, которая была страной в 19 веке до 1864 года, когда два корабля Комодора Перри пришли и стали на рейде Эдо в Токио, залпанули по дворцу Сюгуна, но не в него рядышком намек, что еще один залп, он пойдет уже по самому дворцу. И молодой, очень молодой аристократ Ямамото с мечом в зубах поплыл к этим кораблям и кромсал обшивку в воде. Ребята с этих, значит, кораблей стряхивали пепел от сигарей, ржали, говорят, это придурок. Никто не знал, что вот этот Ямамото Тода, это будет тем адмиралом, который спустя 40 лет при Цусиме разгромит один из сильнейших флотов мира. Потому что он поехал, этот паренек, учиться. Они посылали, где лучшие считались сухопутные войска, так, молодые аристократы, все в Берлин, в Бруссию, да? Так, где считаются самые крутые флотоводцы? А, всех туда, в Плимут, в Лондон и так далее, и так далее. И вот, вот что случилось, этот Тога, 40 лет спустя, вот качество элит какое было, феодальное, с мечом, этот мальчишка, значит, кромсает, и там его петел стрях, и 40 лет спустя громадный флот Российской империи под команданием Рождественского и других очень сильных флотоводцев, флотоводцев, значит, терпит катастрофическое поражение. Значит, качество элит, маленькое остальное пони, я бы сказал так, качество, вы правильно сказали, вы правильно добавили, мотивация у них. То есть, они могут быть качественными, но если у них мотивация другая, да? То есть, не мотивация сделать страну там максимально быстро, а какая-то другая. Есть у нас такие наши Тога, как это? Вы знаете, ведь когда Тога плыл, никто не думал, что он будет таким Тогой через 40 лет. То есть, наверняка эти Тога у нас есть. Вопрос, какие перед собой цели стоят. Но нужно понимать, что, понимаете, я опять все время, поскольку человек технический, да, вот я мыслю вот этими техническими, технологическими, какие-то термины. Не правда. Говорят такие слова, как мотивация, это говорит, что ты хороший психолог, социолог. Не прибедняйся. Экономист, а ты член экономического совета, это всегда, все знают, экономика, это прежде всего мотивация. Мотивация, да. Так вот, дело в том, что первая промышленная революция длилась 100 лет. То есть, можно было там родиться, присмотреться, сделать бизнес, передать его детям, спокойно умереть и так далее. Вот эта четвертая промышленная революция будет длиться 5-7 лет, не больше. То есть, каждые 5-7 лет все принципиально как бы меняется. И у элит уже, они должны понимать, что если они этого не понимают, что все меняется, то они очень быстро могут перестать стать элитами. И более того, они перестанут быть субъектными. То есть, они уже не будут понимать, что происходит, и происходить будет с ними, а не они будут творить это. Вячеслав, а мы давай достанем эти наши элиты, чуть-чуть их мотивацию разбудим. Порезь мы с тобой встретились в Бутученах, обсуждали историю нашего IT-движения. Я не побоюсь этого слова. Оно есть, оно присутствует, оно очень сильно. А что будет, ведь деньги все больше и больше переходят в электронную форму. Их уже не сковаешь где-то там. Пока еще сковаешь. Нет, но к этому идет. И вот представим себе, что вот эти наши элиты, которые не побеспокоились ни о стране, ни о своем будущем. Думают, да мы гроши попрячем где-то в офшорах и так далее. Достанут или не достанут? Ну, давайте я даже, опять так, немножко со стороны зайду. Давай, попугаем элиты. На самом деле, это все информация доступная, открытая. Ее можно почитать. Просто, на мой взгляд, знаете, иногда некоторые не читают то, чего не хочется читать, то, что доставляет негатив. И потому не догоняют. Может быть. Так вот, большинство европейских стран мира к 25-му году отказываются от наличных. Либо перестают их печатать, либо вообще наличных не будут. Допустим, в Швейцарии, в Швеции, уже вообще банкоматы демонтируют. То есть, переходим на электронные деньги. Да, они переходят на электронные деньги. И, соответственно, я читал очень много форумов, где люди задают вопрос друг другу вслух. А взятки как давать будем? Если сейчас чемоданами. Электронная взятка. Да, да. Как ее электронная? А электронная, это же уже отслеживано. То есть, если сейчас мы еще рассказываем о каких-то чемоданах, коробках из-под ксерокса, еще о чем-то, там чего делать будем. Ну, некоторые говорят борзыми щенками. Но большие борзые щенки будут. Максипиосы, фики такие. Да, да, да. Это как бы первая проблема. Вторая проблема, это вот те, кто хоть немножко отслеживает, куда развиваются информационные технологии, они должны понять, что все, что перешло в цифровую форму, оно уже отслежено. И отслежено не нами, а отслежено ведущими компьютерными корпорациями, которые отслеживают любые движения. Вашу электронную почту, ваши звонки, ваши перемещения. Хорошо, у кого в руках индустрия по переработке информации, кто эти заводики индустрии? Я вам расскажу одну конспирологическую теорию, которую я вот просто читал и смотрел. И там сказано уже так, что все деньги, которые в офшорных зонах находятся, то те, кому это надо знать, они знают, чьи это деньги. Более того, приблизительно по каким статьям американского уголовного кодекса они туда предположительно попали. И, соответственно, встает только вопрос, когда этот вопрос... Когда инициирован. Да, когда вопрос этот будет инициирован. Понимаете? И понимая, как сейчас развиваются информационные технологии, я верю, что это действительно так. И это уже только вопрос, не вопрос «будет или не будет», а вопрос «как и в какой форме это будет». Понимаете? Вот в чем вопрос. И вот если об этом сейчас не рассуждать, если не понимать, то вполне возможно, что в какой-то момент элиты текущие, которые привыкли к определенному варианту проживания, считают, что они контролируют все, они будут, условно говоря, обнулены. И тогда появятся другие. В этом плане есть хороший коммунистический принцип. Если пьянку нельзя избежать, ее надо возглавить. Поэтому нужно понимать, что если не хочешь быть условно обнуленным, или еще что-то, нужно понимать, куда идет мир. И, конечно, самая правильная стратегия – это становиться субъектным. То есть, когда твоя страна не объект каких-то движений, действий, манипуляций, когда она субъектна становится. То есть, когда субъект – это всегда предполагает активную и целеустремленную форму поведения. Да, активную позицию, которая, когда ты становишься уже интересен для всего мира. У нас программа «Позиция». Да, да. То есть, понимаете, вот Молдова сейчас, чем мне она не нравится в геополитике, это некая проблема. Это проблема для всех. Это проблема для Европы, это проблема для России. Это вот какая-то проблема. И мы даже не ставим задачу, чтобы мы стали решением чего-то. Чтобы мы вдруг стали примером чего-то или еще что-то. То есть, мы себе так не ставим вопрос. И это, на мой взгляд, неправильно. При этом у нас, я рассматриваю в основном информационные технологии. Я понимаю, что вот у нас, нам каждая промышленная революция будет давать очередной шанс, который мы либо попытаемся использовать, либо нет. Или под конем. И вот у нас сейчас есть очередной шанс, и мы уже второй год, в общем-то, как-то к нему относимся равнодушно. Да, я понимаю, что у страны есть другие проблемы. Но, на мой взгляд, вот это, знаете, вот все, кто играет в шахматы, понимают, что если у вас нет стратегии, тактика вас не спасет. Да, вы там тактически, может быть, можете что-то защитить, но вы стратегически проиграете. Битвы выиграете, а сражения проиграете. Да, сражения проиграете, да. Поэтому сейчас, вот я говорю, если в Первой промышленной революции можно было об этом не рассуждать, то вот сейчас об этом не рассуждать, это уже опасно. Притом не только для страны, но и для себя. И вот поэтому сейчас информационные технологии, это как раз то, что в любой момент можно попытаться с помощью этого такую небольшую страну, как Молдова, вытащить. Это шанс. Да. Тем более, что у нас ресурсы есть для этого. Ну, смотрите, нужно понимать, они у нас относительные ресурсы, но есть. Просто, чтобы вы понимали, 2019 год, по-моему, или 2018 даже, в Индии будет выпускаться миллион IT-инженеров из университетов. Понимаете, миллион. У нас в отрасли что-то от 30 до 50 тысяч. Конкуренция на мировом рынке. Нет, ну просто вот давайте возьмем даже 50 тысяч, да, всего в отрасли у нас. И миллион в год. То есть, нужно понимать, что… Это миллион в год. В год, в год, да, выпускать миллион в год. То есть, нужно понимать, что, конечно, мы с точки зрения вот то, чем в основном Молдаване занимаются в информационных технологиях, а это аутсорсинг. То есть, мы по заказу кого-то что-то там пишем. Это не самая, скажем так, прогрессивная для нас форма. Это на подхвате. Да, это мы пока… Ты не участвуешь в проектном движении. Да, 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 вот вы правильно сказали. Проектного нету. Поэтому нам надо формулировать, вот вы правильно сказали, проекты. И есть понимание, какие проекты можно формулировать. И мы можем это сделать значительно быстрее, чем в странах. Ну, например, вот я еще раз тоже технологии блокчейн, распределенная база данных хранения там. Вот у нее, допустим, у текущей ее реализации есть ограничения, там не больше 30-40 миллионов пользователей. То есть, условно говоря, там Америка или там Россия не могут себе сейчас позволить взять… А Молдова, самый как раз. Молдова, да, вообще эти… А еще Румынию прихватят и Венгрию. И нормально, да, и хватит. То есть, мы можем где-то очень быстро сделать. Это на фоне очень хорошей IT-инфраструктуры. То есть, у нас хороший интернет, достаточно много людей подключено к нему. То есть, есть и компьютеры хорошие. Отработано. И у многих телефоны, смартфоны и так далее. То есть, у нас многие вещи, они неплохо решены. У нас, благодаря регистру, там есть основные все регистры. Я вам скажу, что даже в соседней Украине там не все так хорошо, как у нас. Они к нам приезжают и говорят, у вас так много, можно так быстро реализовать. А ведь там и институт кибернетики, там же масса мощнейших научных центров. То есть, мы все время… Вот что меня всегда немножко расстраивает. Мы все время, вот я вижу, условно, каждый месяц, мы пропускаем очередной шанс. Вот какой-то шанс мы пропускаем. Мы все время упускаем. Да, да. Другое дело, что пока мы живем в отличное время, что они и появляются. Но понимаете, они как появляются, так и уходят мимо нас. То есть, мы не обращаем на них внимания. А это надо, чтобы обратились. И вот здесь мы возвращаемся к элитам. Потому что, когда мы говорим об элитах, я не говорю только о политической элите. Для меня элита это более широкая. Это и политическая элита, это экономическая элита, это научная элита, это культурная элита и так далее. И вот здесь, допустим, большинство стран, которые об этом размышляют, они придумали инструмент. Он называется форсайт или видение будущего. Это когда идет постоянная дискуссия, модерируемая, между этими элитами по поводу видения будущего. То есть, где мы сильны, где мы слабы. Как мы можем относительно таких же стратегий соседних стран встроиться. Как мы устраиваем, грубо говоря, наше возможное место в этом тренде. Да, потому что у большинства крупных стран, у них у всех есть самодостаточные стратегии. Серьезные самодостаточные стратегии. Мы себе не можем сделать самодостаточную стратегию, потому что для этого нужно иметь полную цепочку производственно-технологическую. У нас такого нет. Законченную систему. Да, у нас этого нет. Но у нас мы можем давать элементы туда. Нужно понять, какие элементы и куда давать. Под системы, где наша ниша. Да, поэтому вот это надо понимать и туда надо идти. И поддерживать тех людей, которые понимают это и знают, как это делать. И первое, что это должен быть открытый дискурс по этому поводу. Знаете, меня обычно там приглашают, кто спрашивает, что делать. Я говорю, поймите, нет в этой стране ни одного человека, который скажет. Нет, ты объясняй, что делать. А тебе говорят, слушай, ты что-то намутил тут, не морозь голову. Да, ну и так тоже бывало, к сожалению. Среди этих элит. Да. Которые не понимают, что с их деньгами может случиться в будущем. Ну, надеюсь, сейчас они вот как бы погуглят. Может быть, знаете, сейчас что хорошо, не надо мне верить. Вот берешь, в гугл заходишь, читаешь, там достаточно много. А еще я рекомендую на всякие форумы ездить, вот типа даосского экономического форума. Там вот немножко походишь, даже не надо выступать. А вот так вот в кулуарах походишь, поговоришь. Много чего узнаешь. Там очень много чего узнаешь, да. И я надеюсь, что наши элиты наконец начнут туда ездить и слушать, о чем там говорят. Потому что, еще раз, то, что я говорю, я повторяю то, что там говорят. Это не то, что я там решил придумать и там кого-то попугать. Вот. Так вот. Насчет форумов. Я вот тут рассказываю соотечественников. Угораздило меня в январе быть на международном конгрессе по устойчивому развитию. Оно очень неустойчивое. Вот. И пообщался там с людьми Трампа, Путина, Меркель. Причем это интересная смесь. Там и кибернетика, и экономика. Ну, как и должно быть, по-хорошему. И тоже набрался там столько всяких идей насекомых. Да и сам там начал делать, я про куклы там. Причем куклы и роботы, куклы, люди. В серьезном, глубоком. То есть мы там тоже чуть-чуть наследили. И я хочу тебе сказать, что поездки, вот у тебя замечательная идея. Посылать бы почаще наше руководство вот на такие форумы, чтобы оно, люди из руководства хотя бы, не говоря о топе, чтобы они немножко почувствовали мировые тренды. Потому что они заморочены. Мы надо кумы отрусения устроить туда, геоги-феги еще куда-то. Мы, отложи-ка меня съесть, я ему что-то там. И вот заморочены эти иерархии правительства и так далее. Они пропускают в мелочах. Тонет вот тренд, они его перестают чувствовать. И вообще эта психология временщика у нас в политике очень опасная. Наверное, да. Вопрос, скорее, вы правильно сказали. Как ты думаешь? Я думаю, что психология временщика, она, конечно, мешает. Второе. Вы знаете, руководителям, безусловно, надо ездить. Но дело в том, что если мы возьмем исполнительную власть, да у них я каждый... Вот у меня отец был вице-премьером. Он приходил домой в 12 ночи. Количество вопросов, которые надо решать... Фамилия Кунев, дорогие соотечественники, хорошо. Большое известно в нашей стране. Это его сын. Яблочко от яблоньки далеко не падает. Так вот, я помню, мы его не видели. Он приходил в 12 ночи. Уже куча вопросов, которые надо решать каждый день в государстве. Поэтому во всех странах этим не занимается правительство. Есть люди. Это, как правило, общественные какие-то вещи. Потому что как только это, знаете, хочешь похоронить какое-то дело, создать комиссию при министерстве, и все. Они, как правило, находят такие какие-то формы неформальные. Это постоянно действующие некие ассоциации или агентства. Там люди постоянно это занимаются. А руководству уже дают некий сжатый документ. То есть уже дают какое-то видение, которое руководству... Это что-то подготовленное, что можно обсуждать. Да, потому что обязательно будут дискуссии. Я уверен, что если собрать 10-15 человек, у нас не будет единого видения. Мы будем спорить по этому поводу. Но есть технология. Я сказал форсайт, а есть технология рэпид форсайт. Она позволяет в срок месяц, два, три прийти к каким-то общим пониманиям. Вот это надо делать. Это надо передавать руководству. И вот уже руководство с этим, оно должно хотеть что-то сделать. А так сейчас получается так, что в лучшем случае кто-то придет, что-то предложит. И нужно поверить вот этому конкретному человеку. Ну так не бывает. А чиновник еще сидит и думает. Мэй, а я что с этого? Оно мне надо? Помнишь, мы говорили? Эй, головная только боль от этого. Ну и это тоже. Ну давайте сейчас рассматриваем идеально. Политика можно заинтересовать, потому что у политика тогда его реномэйфэс. Вот он заботится о будущем. Это прекрасно. Очень хорошо, что есть и такие политики. Давайте рассмотрим идеального чиновника, который реально хочет. Но ему же надо на что-то опереться. То есть ты к нему приходишь, просто рассказываешь. То есть он пойдет своему начальнику, а то скажет, с чем ко мне пришел. Да, поэтому, конечно, необходимо... Знаете, я как-то год назад разговаривал с представителем Назбанка о внедрении некоторых технологий. Они говорят, ну знаешь, вот когда будет соответствующая директива Евросоюза, вот тогда мы будем это внедрять. Я говорю, смотрите, это новые вещи. Их еще нет директив. И вы можете выйти вперед с предложением. Знаете, как Назбанк Англии поступил? Он, допустим, позвал всех компаний, которые занимаются этими технологиями. Он говорит, знаете что, я ничего в этом не понимаю. Но вы пробуете, и вам ничего за это не будет. То есть мы с вами вместе делаем это как эксперимент. И в процессе этого эксперимента мы будем понимать, какие нужны законы, как это работает и так далее. То есть логика такая, типа мотивации, вам за это ничего не будет. Ничего не будет, да. А мужик наш, так не будет, да и 300 лет оно мне надо. Видишь, мотивация другая. Там челлендж, там попытка себя проявить. Она же, так зачем? Ну вот, и это, конечно, большая проблема. Психология. Да, но еще раз повторюсь, чиновник, ему надо на что-то опираться в своем решении. По-любому. Да, то есть если к нему приходит отдельный, просто так придешь, он должен, ага, если это в какой-то стране европейской принято, это можно взять. Если ты ему приходишь, предлагаешь прорывные вещи, он должен на себя взять ответственность. Ты приходишь этим, ты его под риск ставишь, а они боятся риска. Да, вот поэтому это надо делать, постоянно действующую какую-то структуру, которая постоянно мониторит, что происходит. Там идет постоянный дискурс и дается уже выжимки. И уже опираться можно на это. То есть предложения оформленные в ту форму, которая может мотивировать руководство. Да, 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 да. И это надо делать. И это есть во всех странах. Притом, знаете, по большому счету, наша задача даже где-то облегчается. Потому что если мы возьмем такие крупные страны, мировые, как Китай, Америку, Германию, Южную Корею и так далее, они выдумывают что-то новое. Нам не надо нового придумывать. Нам надо анализировать тщательно их стратегии и понимать, где мы можем быть в этих стратегиях. Китай начинал с тупого копирования. Я вот там с 2002 по 2006 сплошь и рядом. И теперь делают, и собственно, с чего-то надо начать. Японцы точно так же делали. А вот Елена Горелова, она как бы председатель этого совета при президенте. Человек с огромным опытом. Она же была замминистра в свое время. Исключительно умница, порядочный человек. С видением и пониманием. Вот как она смотрит? Как тебе кажется? Мне кажется, она очень прогрессивно смотрит. Нет, она положительно смотрит. Более того, она инициировала у меня в этот четверг выступление перед экономическим советом как раз по этим вопросам. Меня попросили подготовить доклад. Я буду очень детально рассказывать о некоторых стратегиях некоторых стран, о том, как я лично вижу, где Молдова может найти свое место. Но это будет как бы введение в тему, исходя из моего 25-летнего опыта в этом и том, что я последние несколько лет изучаю тщательно вот это все. Я это все предложу к дальнейшему рассмотрению, развитию и так далее. Я считаю, что шансы есть. Если уже такой запрос поступил, это уже очень хорошо. То есть уже кто-то хочет об этом думать. У нас остается две минуты. И поэтому обычно у нас есть такая традиция. Вот перед тобой камера. Что бы ты хотел сказать нашим соотечественникам? И элитам, и простым гражданам. Насколько это важно? Почему это не просто важно, а архиважно для страны? Ну, смотрите, я не обращаюсь только к гражданам или только к элитам. Я обращаюсь к тем, кто видит свое будущее в этой стране. Прежде всего к молодежи обращаешься, да? Я обращаюсь к тем, кто видит свое будущее в этой стране. И мне не важен возраст. Мне важно, что этот человек хочет жить здесь. Ему нравится эта страна. Вот это как. Да, и для него важно, чтобы здесь было хорошо. Так вот, у нас есть все шансы. И они у нас есть постоянно. И весь вопрос, мы их будем использовать или нет? Либо мы будем сидеть на диванах и рассказывать, как все плохо. Какие у нас плохие политики, плохие элиты, кто-то еще плохой, окружение плохое, соседи плохие. Все не так? Да, все не так. Либо мы будем делать. Вот мне очень нравится принцип этих рыцарей Мальтийского ордена. Делай, что должен, и будет, что будет. Вот давайте каждый из нас делать то, что он может и должен. И я уверен, что у нас получится. Главное использовать эти шансы. Ну что, спасибо большое. Да. Благодарю. За то, что пришел на нашу авторскую программу позиции и искренне высказал свои взгляды на эти вещи. Я думаю, мы еще встретимся в этой студии. С удовольствием. Спасибо. Дорогие соотечественники, вот и подошла к концу наша очередная передача «Позиция». Вячеслав Конев высказался искренне и объяснил свою позицию. Причем он акцентировал позицию не только профессионала, не только специалиста, не только общественного и сейчас и государственного деятеля, но и бизнесмена, и педагога. Он преподает до сих пор и кует те самые кадры для страны, которые, к сожалению, многие из них, и часто самые лучшие, уезжают за ее пределы. Не верьте тому, кто вам скажет, что мы отсталая аграрная страна. В этой стране всегда рождались светлые головы, светлые умы. И вот для того, чтобы эти светлые головы и светлые умы реализовались у себя на родине, мы будем и дальше продолжать цикл наших передач. Спасибо за внимание. Вечно любящий вас Виктор Иванович Борщевич. Субтитры создавал DimaTorzok